всем доброе утро кто подключился со всеми остальными дальше будем вести уже диалог здравствуйте еще раз всем хотелось бы поприветствовать хотелось бы сказать что я сейчас нахожусь в городе угличе идти с уличинского района любезно принял у себя на короткий срок хочу предупредить еще что у меня всего лишь полчаса и так как потом будет встреча с главой города я поприветствую всех я расскажу тему о чем мы будем разговаривать а дальше соответственно аня подхватит и расскажет все что вам необходимо и интересно в случае необходимости задавайте вопросы выходите на связь это очень приветствуется потому что вопросов я думаю что достаточно не нужно опасаться не нужно пугаться доброе утро еще раз всем наш сегодняшняя тема достаточно сложная она ну скажем так с одной стороны непонятная с другой стороны востребованная как от идеи можно реализовать проект как маленький так и большой на территории малого города вот почему я пригласил анну она уже сколько ты более пяти лет этим занимаешься она уже достаточно долго занимается именно развитием территории про свои проекты она расскажет самостоятельно и еще раз хочу сказать что она это практик у нее достаточно сильная команда я знаю несколько сотрудников в этой команде и это как бы не реклама это факт дальше уже станет я передаю тогда тебе слово спасибо расскажи о себе расскажи о своих достижениях расскажи чем ты можешь помочь кое спасибо большое на самом деле у меня такая большая просьба коллегам если есть возможность действительно но показаться и ну как бы нас немного поэтому наверное будет круто если это будет диалог я конечно приготовила большой рассказ но будет мне кажется всем более полезно если мы наверное будем общаться в каком таком практическом ключе и и мне очень важно понять с какими территориями мы работаем я сейчас вижу как бы только мышкин соликамск вот коллеги еще появитесь если это возможно и расскажите пожалуйста кто вы собственно говоря что 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 за территории представляете напишите в чат пожалуйста тоже есть вариант да так разговаривать с черными экранами на самом деле довольно сложно а главное что кажется что не очень эффективно а гораховец класс спасибо ну ладно хорошо я буду надеяться что постепенно мы как-то активизируемся и и и проснемся я на самом деле да доброе утро даже не знаю просто как обращаться потому что не подписано не подписано когда имя сложно довольно смотрите коллеги я на самом деле когда мы с кости обсуждали тему я два слова сейчас скажу о том чем мы занимаемся на самом деле мы занимаемся стратегическим развитием и в основном созданием стратегии таких больших действительно сложных документов по тому как туризм именно туризм на территориях запускать или перезапускать то есть как повышать все те кпи от которых которых от нас все больше теперь хотят в прошлом году начали хотеть и сейчас хотят все более более активно и эта история будет еще больше активизироваться дальше и собственно говоря мы занимаемся поиском таких механизмов на именно на стратегическом уровне тема заявлена вроде как как практическая такая как инструменты но мне кажется что многие из вас на самом деле этими инструментами занимаясь туризмом да много лет этими эти инструменты довольно неплохо знают если нет ну как бы можем об этом тоже поговорить и я подумала о том что я наверное сегодня хотела сделать на самом деле такую странную для моего бизнеса вещь я хотела вам рассказать о том как вы самостоятельно в условиях ограниченных ресурсов которые я понимаю что у малых территорий всегда ограничены как вы самостоятельно можете сделать то что я обычно продаю я понимаю что это немножко странно но тем не менее мне кажется что это важно и ну как бы хочу объяснить почему и действительно в этом не всегда есть что-то сложное есть методология по которой стоит идти команде которая работает с туризмом на территории можно пойти если есть такая задача для того чтобы собственно говоря туризм развить доразвить сделать его активнее и так далее спасибо большое что появляетесь очень-очень приятно всех на самом деле видеть живьем я тогда сейчас включу презентацию и давайте поступим следующим образом я действительно тогда расскажу что планировала действительно как собственно говоря как малой территории у которой нет денег много миллионов на там дорогих или недорогих как мы консультантов как собственно говоря со стратегическим развитием быть просто покажу какие-то инструменты которые вы можете сделать сами что-то можете на что-то действительно людей стоит привлекать вот и покажу как мы это делаем как это можно делать зачем это делать вот и сделаю это наверное довольно компактно чтобы скорее оставить время на ваши вопросы может быть что-то вам будет интересно совсем другое или в рамках того чем мы занимаемся поотвечаю на вопросы сейчас скажите пожалуйста Кость скажи пожалуйста голосом потому что я не вижу экран видно ли экран да видно видно отлично хорошо сейчас секунду итак ну два слова о нас мы называемся территории РФ собственно говоря наша действительно команда это проект довольно новый но в него входит сейчас уже большая команда которая которая собрана с из очень очень разных областей туризма туризма прошу прощения давайте так из разных областей туризма это люди все практики люди которые работали в оперейтинге которые работали в агентствах которые работали в гостиничном секторе причем как в сервисной части так и в инвестиционной это люди из аналитики туристической из права даже то есть это большая команда из разных областей брендинги в общем большая команда из разных областей туризма мы собираемся на самом деле един воедино под проект под задачи той территории с которой мы работаем потому что задачи у всех вроде как бы одинаковые но на самом деле разные и поэтому каждый раз команда она собирается там безусловно есть какой-то костяк но суть в том что действительно это люди практики с довольно большим опытом собственно говоря что что мы делаем наша задача это активация то есть наша задача действительно помочь командам территории с которыми которые к нам приходят перезапустить туризм или сделать его более активным иногда задачи но задачи на самом деле разные но все мы так или иначе упираемся в которые сейчас ставятся это привлечение федерального бюджета это привлечение частных инвестиций это рост потока это вовлечение местных жителей в туризм и наша задача предложить территории пути органичные для нее релевантные для нее той стадии развития в которой территория находится тем той идентичности которая на территории есть для того чтобы собственно говоря к этим кипяем прийти иногда чаще всего надо сказать правда мы работаем почему-то с территориями где туризм надо запустить то есть есть точка какая-то точка ноль иногда она действительно буквально ноль и нам нужно придумать почему же люди сюда поедут предложить шаги которые к этому приведут поэтому на самом деле мы работаем в четырех в четырех стадиях это исследование это всегда большая и самая важная часть аналитика собственно говоря да какое-то переосмысление тех данных которые мы о территории можем получить и дальше собственно говоря некое предложение предложение может быть наверное двух типов первое это стратегия то есть это то о чем мы сегодня поговорим это план план развития то есть план шагов на какой-то срок который мы обозначаем который приведет нас туда куда мы хотим прийти вот тем самым кипиаем или каким-то эффектом там социальным или финансовым любым которые поставлены так или иначе ну как бы администрации территории или нашим заказчикам и второй тип это собственно говоря концепции иногда мы работаем например с девелоперами или с инвесторами которым нужно сказать ну типа вот они говорят что запрос такой вот нам бы здесь что-нибудь простое построить про туризм скажите что у нас есть земля или там мы хотим построить не знаю комплекс скажите где и скажите что должно быть чтобы как бы он был окупаем то есть наша задача по факту изучив территорию изучив рынок возможности сказать почему почему туристы туда поедут что нужно сделать чтобы они туда поехали и на самом деле размер территории нам не важен мы можем работать там не знаю с двумя гектарами земли или там с целым муниципалитетом или регионом площадь не важна вас ну как бы важна задача задача так или иначе привлечь людей ну и собственно говоря мы такое немножко может быть необычные консультанты потому что мы не просто пишем эти стратегии состав создаем эти документы но и мы собственно говоря идем в реализацию что это значит это значит что мы как бы с территориями с командой территории совместно предпринимаем самые разные шаги я о них скажу которые необходимы для того чтобы вот тот самый план реализовался про что это это про маркетинг это про работу сообществом про его создание по про настройку сервиса про разработку собственно говоря продуктов будь то инфраструктурные какие-то объекты которые могут магнитить это могут быть собственно говоря туры это могут быть маршруты это могут быть события то есть что то что будет магнитить то есть мы помогаем их доразрабатывать помогаем привлекать ресурсы к этому то есть и писать заявки и оценивать инвестиционную привлекательность то есть по факту мы становимся такой второй командой на территории для того чтобы все это реализовать потому что понимаем что такой кадровый город голод и голод компетенций он очень большой поэтому нам вот интересно на самом деле наверное самое главное что нам интересно это действительно такое искреннее развитие территории то есть мы вот как как сказать топим за устойчивость и топим за самостоятельность территории и не хотим приходить на территории оставаться на ней навсегда и там такой зависимостью но наоборот мы за обучение и за помощь может быть с какими-то маленькими вопросами или большими вопросами с разными территориями мы работали как я говорила по стране и с маленькими там городами и с большими территориями и с охраняемыми территориями с частными землями поэтому разброс достаточно большой заказчик нам не так принципиален как вот но скорее задача так вот почему что наверное самое главное в чем наша самая главная сила это вот в том самом стратегическом видении во внешнем стратегическом видении которое очень часто для территории нужно для того чтобы не посмотреть неким внешним взглядом и сказать что что нужно делать сейчас мы все прекрасно понимаем что с прошлого года это стало особенно актуально несмотря на то что закон о территориальном развитии вышел уже там 10 лет назад тем не менее в туризм эта история пришла только в прошлом году и все вы прекрасно знаете что история про мастер-планирование стратегирование задачки получения освоения средств нового нацпроекта все это требует так или иначе стратегии неких стратегических документов в котором показан ваш план как вы растите те самые KPI которые есть теперь у всей страны какую долю вы в них как бы можете занять что вы для этого будете делать это собственно говоря и есть та самая стратегия но кроме вот этой большой отчетности для чего на самом деле они еще нужны по нашим современным реалиям конечно прежде всего для привлечения финансов причем как федеральных инвестиций да туризм РФ Ростуризм Минстрой Минсельхоз МПР все это все эти чудесные теперь наши структуры которые так или иначе участвуют в развитии туризма они требуют действительно неких стратегических документов это первое второе это еще и на самом деле история про частное инвестирование потому что мы с вами прекрасно знаем что прибыльность в туристическом бизнесе крайне мала можно правда честно сказать что ее практически нету но тем не менее частные инвестиции на средние проекты это там не знаю где-то от 50 до 500 миллионов то что довольно сложно получить у нас нет таких источников финансирования у нас есть малые малая помощь да там 3-5 миллионов и все что больше сейчас 500 миллионов а все что среднее то есть то что на самом деле нужны территориям такие средние проекты для на них найти деньги довольно сложно и вот создание стратегии в том числе создание мастер-планов и создание стратегии туризма государственной стратегии вот того самого плана на самом деле вот по моему опыту часто является неким гарантом ну такого государственно-частного партнерства здесь я имею ввиду именно взаимоотношений почему потому что инвестор понимает что это не просто его деньги вот он сейчас вложит а что будет через три года а это некое некое обещание задокументированное обещание того что территории администрации территории движется вот в этом направлении будет двигаться и вот тот план мероприятий который в итоге в стратегии должен быть он так или иначе будет реализован у него прописаны механизмы и инвестор понимает что не он один в это идет а это идет целая целая команда очень разных игроков поэтому его риски на самом деле этим снижаются это очень такой сильный аргумент который сейчас начинает работать ну и не менее важная история это про активацию человеческого капитала вокруг общей идеи потому что стратегия это некая идея это некая ну можно даже сказать мечта куда мы хотим прийти то есть что мы хотим увидеть здесь с туризмом через там три ну три обычно да у нас до двадцать пятого года сейчас все планируем к двадцать пятому году что здесь будет это некая коллективная коллективная мечта которая на самом деле вот опять таки по нашему опыту очень сильно вдохновляет людей которые находятся внизу они видят общий настрой администрации они видят общий настрой всех кто так или иначе влияет на развитие они понимают куда и они ищут как бы место свое место возможное вот в этом во всем процессе когда мы не заявляем этой идеи мы не заявляем к чему мы идем мы не заявляем своих целей очень часто активировать людей на месте крайне сложно потому что они не понимают зачем они не верят они не готовы вкладывать свои небольшие деньги которых действительно там немного поэтому наличие вот этого некого документа который может можно почитать можно там потрогать позадавать вопросы про него найти действительно там свое место про это оно на самом деле очень классно работает активирует тех людей которые на месте находятся как собственно говоря я хотела вам рассказать сейчас очень коротко как вы можете сами написать стратегию что что для этого нужно сделать какие какие шаги предпринять мне на самом деле очень интересно мне не хочется выходить но мне очень интересно может быть вы можете в чат написать у кого из вас вот у каких территорий действительно стратегия по туризму есть это первый вопрос и второй вопрос насколько она ну реальная да то есть это просто документ который был сдан там утвержден и так далее либо это действительно некий план дорожной карты по которой по которой вы идете идете ну там целые команды территории напишите пожалуйста в чат я потом посмотрю мне действительно это очень важно и очень интересно собственно говоря я постараюсь сейчас очень коротко объяснить как как ее сделать эту стратегию что для этого какие можно предпринять шаги вот здесь я передам потом презентацию здесь на самом деле показана схема по которой мы работаем это наша авторская методика но я как бы с удовольствием ей поделюсь опять таки потому что действительно интересно чтобы территории развивались они не ну как бы не ждали каких-то волшебных волшебных консультантов которые все решат вы действительно сто процентов это все я думаю многое знаете и можете делать сами так вот на самом деле что такое стратегия и такая стратегия которая работает это план план действий то есть количество шагов определенные которые мы хотим сделать из точки ноль точка ноль это где мы сейчас находимся к той точке к которой мы хотим прийти здесь важные целеполагания я про это скажу еще то есть куда мы хотим прийти почему мы туда хотим прийти это важный момент но так или иначе между этими двумя точками есть некоторая дорога вот стратегия это и есть та самая дорога то есть это абсолютно конкретные проекты с конкретными людьми с конкретными источниками финансирования которые могут привести вот из этой точки а в точку б и важные на самом деле важный самый наверное важный момент это оценка этой точки а то есть точки ноль существующего положения в котором мы находимся это на самом деле исследования обычно большие но действительно вы можете сделать их самостоятельно я сейчас про них расскажу так вот когда мы оценили точку а то есть мы посмотрели что у нас сейчас есть какие у нас есть ресурсы где у нас там дырки на самом деле в разных областях в каких то сейчас скажу ну как бы про что это после этого мы действительно делаем так называемый gap анализ это анализ вот тех самых дырок то есть это анализ того что у нас не работает или работает плохо чего у нас не хватает но не относительно того что вот у нас там не знаю не москва у нас нету кремля а и все теперь ничего не получится нет мы оцениваем ту территорию те ресурсы которые у нас реально есть и смотрим чего нам не хватает это для этого нам на самом деле помогут люди которые к нам уже приезжают или мы хотим чтобы приезжали я скажу чуть попозже об этом так вот мы смотрим на эти объекты на эти ну там некоторое количество пунктов и наша задача найти вот те самые гэпы да то есть те самые какие-то дырочки в которых у нас либо не доработано либо не хватает эффективности либо не хватает людей либо ресурсов это всегда очень конкретные маленькие вещи до работы в которой можно принципиально изменить вообще всю картину туризма и принципиально изменить турпоток иногда это действительно для этого не нужны федеральные средства это можно сделать довольно просто просто надо понять что это и здесь еще важный момент про то что мы смотрим действительно на территорию а еще мы смотрим на людей то есть вот ожидание ца и вообще оценка целевой аудитории людей человеческого капитала которые работают с территорией это вот два важных момента и мы там же точно также про них смотрим я сейчас покажу просто как мы делаем и как вы могли бы это делать это вот те самые дырки в ожиданиях людей когда они приезжают и говорят у вас здесь классно но что делать на следующий день и уезжают или вот мы здесь пошли сюда а потом пошли туда а дальше что делать не знаем то есть это наши потери денег это ровно те места в которых мы ну мы я имею ввиду территории город деньги свои теряем то есть вот их нужно найти и дать этим людям там что-то да что-то может быть простое что или это может быть реально маленький бизнес который вот эту потребность сокроет и все и всем будет сразу классно вот после того как мы это все как бы собрали мы думаем ну как бы делаем такой ресурсный анализ то есть ищем что у нас сильного есть а есть а где у нас есть вот те самые дырки и отсюда у нас получаются некие задачи и всегда небольшое количество конкретных конкретных задач которые нужно реализовать на территории для того чтобы она развивалась как их решить они решаются конкретными проектами то есть прям конкретными конкретными шагами которые они эти шаги могут взяться из трех вещей первое это сообщество которое работает потому что у всех всегда есть идея но они почему-то не реализуются вот надо понять что это за идея они всегда это самый всегда верный способ второе это инициатива администрации так или иначе они тоже всегда есть их тоже всегда много это некие там ресурсы некие шаги меры поддержки и так далее которые тоже релевантны территории ну и если есть консультанты внешне здесь их лучше подключить они могут сказать неким внешним взглядом что можно было бы еще сделать и вот когда мы все это собираем ищем к этому конкретные конкретные инструменты конкретные гранты субсидии или конкретных не знаю инвесторов иногда это компетенции иногда это просто ну какие-то небольшие очень простые шаги про договоренность разных людей которые собственно говоря и создают в итоге этот план действий это вот прям такая простая общая схема чуть более подробно хочу на ней остановиться потому что считаю что это действительно как бы возможно все сделать практически все самостоятельно я не буду сейчас наверное здесь останавливаться скажу только что когда мы работаем на территориях мы работаем в четырех как бы слоях и исследуем проектируем и активизируем четыре слоя на каждой территории первое это инфраструктура это так называемый ну хард это так вот называют градостроители это все что такое материальное да то есть это средства размещения точки питания это объекты показа это транспорт то есть все что так или иначе обеспечивает продукт или являются тоже в том числе магнитами второе это собственно говоря продукт то есть что такое продукт это то зачем люди к нам приезжают то есть это могут быть очень разные вещи это могут быть события это могут быть туры это могут быть маршруты это могут быть действительно какие-то объекты но редко один объект может привести человека на территорию то чаще всего комплекс но и нам с вами всегда нужно растить продолжительность и стоимость пребывания туриста поэтому это всегда так или иначе комплекс это продукт третье это целевая аудитория кто эти люди это вот такой важный сложный момент сейчас почему потому что неожиданно резко но территории в нашей стране стали очень сильно конкурировать друг с другом и сейчас самая главная задача каждой территории ответить на вопрос почему именно к нам должен приехать человек а чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать во-первых идентичность что такого у нас есть что мы можем им предложить а во вторых кто он кто он уже сейчас и как нам сделать то есть мы в проектировании должны ответить на вопрос что вот к нам едут сейчас вот такие-то люди как нам сделать чтобы именно их стало больше или как заманить тех кто еще не едет но со вторым гораздо сложнее потому что если у нас там не знаю нету гор на территории мы горнолыжников точно там да не пригласим или там нету моря пляжных людей которые хотят пляжным туризмом заняться тоже вряд ли сможем позвать то есть у каждой территории так или иначе есть некое ограниченное количество ну как бы этих сегментов которые мы можем позвать но нам нужно ответить на вопрос как их вырастить для этого мы должны понимать кто они что им нужно и так далее то есть инфраструктура продукт целевая аудитория ну и последняя надстройка над этим это маркетинг почему потому что опять таки мы можем все что угодно строить и создавать но если мы не можем об этом эффективно рассказать таргетировано сейчас уже если в том году еще и позапрошлом году можно было просто пулять в контекстную рекламу и она может быть работала или ездить там не знаю словно на форумы все с прошлого года эта история не работает катастрофически мы должны четко понимать в кого мы таргетируем свои посылы кого мы хотим привлечь и именно под этого человека выстраивать позиционирование выстраивать весь контент выстраивать каналы коммуникации именно под этих людей иначе мы сливаем бюджеты а конкуренция она действительно сейчас очень-очень большая вот поэтому четыре вот этих четыре пласта которым нам нужно следовать и которые нам нужно ну по которым нам нужно собственно говоря предложить решения и предложить механизмы несколько картинок которые собственно говоря сейчас наверное я надеюсь вам помогут я хочу просто сделать уверен что вы и так это все знаете я хотела бы сделать просто здесь некоторые акценты зачем и что нам нужно анализировать вот я считаю совершенно точно уверена что аналитику особенно вот инфраструктурную продуктовую вы можете точно сделать сами и наверняка у вас уже есть вы знаете сколько у вас точек размещения вы знаете какие у вас продукты есть и собственно говоря несколько акцентов это просто важно собрать собрать эти базы для того чтобы действительно понять что там не так и что там не работает к чему оно не работает чтобы предложить вот собственно говоря закрыть эти дырочки когда мы работаем со средствами размещения нам важно на самом деле самое важное здесь две вещи это не вообще целиковый наш номерной фонд и его категорийность даже даже здесь не сама категорийность а то для каких аудиторий у нас сейчас этот фонд работает то есть часто такое бывает что на территории есть такие ну как бы дырки когда мы делаем анализ ценового поля есть дырки то есть мы понимаем что у нас на территории например нет средств размещения стоимости там три тысячи за ночь хотя это самая востребованная история и для например для аудитории например молодежь мы хотим у нас молодежная история спортивная но тем не менее у нас есть очень дешевые места но и есть дорогие но у нас нету здесь вот этой дырочки которая нужна тогда в решениях нам нужен будет условно например небольшой хостел какой-нибудь франшизный можно будет завести и историю закрыть к нам сразу поедут эти эти там не знаю молодежь которые любят красивые там и всякие там инстаграмные места размещения это первое а второе это сама собственно говоря емкость почему она важна потому что когда мы будем в конце писать план действий мы будем рассчитывать поток то есть зачем мы все это делаем для того чтобы посчитать как нам из не знаю десяти тысяч посетителей сделать пятьдесят это это возможно если это кажется такая сложная задачка но и она вот раскладывается на самом деле на целый ряд мероприятий или продуктов с определенной емкостью и в итоге мы можем просто эту цифру разложить но нам нужно будет когда мы ее разложим вернуться и понять вот у нас пятьдесят тысяч что разместиться может если может то когда нам нужно там например где у нас дырки в посещаемости и где у нас дырки в заполняемости и в эти моменты поставить для этих периодов сделать продукты или сделать например события для того чтобы мы емкость и окупаемость наших средств размещения подняли то есть опять те самые гэпы которые нам нужно потом закрывать вот про средства размещения вот это первый момент а второй момент это про анализ отзывов на самом деле достаточно кропотливая большая работа но тем не менее даже не проводя дешевый способ не проводить исследования но понять целевую аудиторию и понять вот те самые проблемы на самом деле есть огромное количество сейчас как бы сайтов на которые есть отзывы то же самое если взять не знаю сложить отзовик букинг и островок и просто проанализировать отзывы создается можно создать такое достаточно большое поле на котором вы уже сразу поймете что людям нравится что не нравится где проблема в средствах размещения на самом деле не только средства размещения это всего касается сервисов и точек питания а где где все хорошо то есть что нужно доработать потому что иногда это очень действительно простые дешевые вещи какие-то проблемки которые действительно очень просто решить на самом деле лучше это попросить делать конечно и администрации кср которые на территории есть но и можно делать с ними совместно второе что мы анализируем это сами продукты да то есть что у нас зачем сейчас едут это большой анализ и я уверена тоже вы сами его прекрасно знаете и наверняка делали я здесь привожу пример анализа именно событийного да на котором когда мы вот так это все выстраиваем если мы просто кладем это все на картиночки то мы сразу видим что у нас есть в календаре дырки чаще всего безусловно они связаны с какими-то погодными условиями но тем не менее при планировании потока и при планировании дальше при проектировании мы будем именно сюда делать акценты или смотреть ресурсную базу которая нам нужно потянуть для того чтобы ну как бы история вот там например у нас нет спортивных мероприятий каких-то или там не знаю культурных вот зимой в городе Мочегорск например тем не менее как бы потребность у жителей и у жителей соседних городов есть мы могли бы точно совершенно их привлечь пусть даже не с ночевкой там не знаю на один день если бы добавили если бы добавили именно вот в это там не знаю темное холодное время в концертном зале какие-то например мероприятия пригласили бы каких-то людей и артистов например там не знаю или театр или что-то такое и закрыли бы потребность которая фоновая на самом деле в городе существует вот после того как мы собираем все эти данные которые опять-таки мне кажется у вас должны быть и в общем как бы их просто на самом деле собрать мы делаем так называемый ресурсный анализ это на самом деле простая вещь мы берем карточки и раскладываем что у нас в каждом типе ну например в средствах размещения в продуктах не знаю в точках питания что у нас есть сильного вот желтым они отмечены точнее зеленым да и чего у нас не хватает то есть где у нас действительно есть проблемы это та самая основа на основе ну на базе которой мы дальше будем решение принимать вот это все раскладывается собирается 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 и в итоге ну забыла про маркетинг сказать маркетинг маркетинговый анализ это то что ну например мы советуем я бы советовала отдать если есть возможность привлечь консультантов и оценить вашу представленность на рынке ваше позиционирование ваш имидж визуальный вербальный представленность посещаемость вот это все действительно лучше отдать сложная довольно таки вещь такая объемная которую ну хорошо бы отдать профессионалам чтобы они оценили и потом спроектировали дальше потому что без этого сложно важный момент какой что что такое позиционирование да это тот тот самый продающий самый для нас продающий инструмент то есть чем мы будем людям огнить как мы будем отвечать им на вопрос зачем зачем им сюда приехать это вот ровно позиционирование сейчас еще раз повторюсь оно должно быть очень очень точным потому что конкуренция очень очень большая и второй момент который я рекомендовала бы тоже отдать если есть возможность привлечения консультантов это работа с целевой аудиторией тоже довольно сложный муторный объемный пункт но как мы уже говорили самый важный что это такое это собственно говоря анализ ваших посетителей выделение из них групп людей да то есть кто они и составление ну вот мы делаем это таким образом мы делаем так называемые cgm это custom journey map то есть это карта пользовательского опыта по сути они делаются сейчас ну не знаю в программировании в больших компаниях для того чтобы как бы понять как человек себя ведет где у него где у него позитивные эмоции где негативные где мы ему недопродаем что для нас важно и собственно говоря для того чтобы потом это поправить мы делаем вот такие cgm именно для территории то есть что это такое мы раскладываем опыт пользовательский когда он приезжает на вот такие составные части некий средний сценарий одного сегмента вот например спортсмен он приезжает он тратит деньги он приселится сюда здесь тратит столько-то потом идет туда у него такая-то потребность которая предположим здесь не закрыта но например нет беговых дорожек он хотел бы пробежаться например утром или он он хотел бы например пойти в зал но зал например только для местных или открыт там не знаю только с девяти до пяти а ему бы хотелось вечером вот все эти и он бы там опять-таки готов был за это заплатить вот все эти вот этот вот кажется муторная такая история она на самом деле помогает найти простые точки которые мы можем закрыть простыми методами да вот здесь вот этот красный человечек недовольный со знаком вопроса в нашем случае опять-таки в случае города Мончегорск это места где люди думают что и то есть где люди скучают нечем заняться они готовы были бы опять-таки потратить денег здесь и нам нужно придумать чем их там занять и еще один момент важный про анализ то есть мы вот здесь раскладываете сегменты изучая их проводя интервью опросы анализируя очень много всякой разной информации мы действительно в итоге ищем тех самых гостей которые могут приехать именно к нам хотят им будет это интересно и понимаем что конкретно им будет интересно и еще важный момент который мы всегда картируем и тоже рекомендуем картировать это команда территории потому что часто ну всегда весь вопрос в людях да то есть и команда туризма территории она на самом деле очень-очень большая всегда и соединение этих людей объединение работа с ними как сообществом то есть какие-то совместные встречи какие-то страцессии какие-то какие-то каналы коммуникации целевые да даже для чего они нужны на самом деле для того чтобы ту самую стратегию которую мы с вами создаем те планы развития сделать их соучастниками да этого процесса вовлечь максимально потому что люди это всегда ну как бы огромное количество ресурсов да за каждым человеком стоит очень разные ресурсы чтобы вот их объединить нужно понять кто это команда территории нужно ее закартировать понять их интересы стрелочками нарисовать их взаимоотношения и для того чтобы можно было в итоге там да с этим работать и ее активировать то есть когда мы поймем что нам нужны такие-то какие-то проекты а для них нужны такие-то такие-то ресурсы мы просто будем знать кому можно пойти и попросить иногда нужна просто лодка иногда нужна какая-то подпись на не знаю на бумажке иногда нужно какое-то небольшое решение по не знаю смене графика работы и если мы это объясняем человеку который действительно может принимать такое решение объясняем зачем мы это делаем в общей стратегии то все становится гораздо проще ну и все начинает эффективно работать и весь это большое количество людей они действительно начинают работать воедино на одну идею ну собственно говоря это задача территории зачем все это делать для того чтобы как я говорил если мы вспомним схему нарисовать вот тот самый пул задач что нужно для территории вот это на самом деле небольшое количество задач конкретных очень например там вывести два спортивных события на федеральный уровень для этого на самом деле даже денег иногда особо не нужно нужно просто привлечь партнеров каких-то крупных но мы понимаем что это сразу например территорию выведет на новый уровень и та аудитория которую мы можем увеличить мы например поняли что те самые спортсмены у нас это аудитории которой много в стране и вот именно им и за счет них мы можем поток вырастить но для этого нам нужно было бы там например построить или там не знаю отремонтировать какую-нибудь базу и например вывести события на федеральный уровень то есть как бы и все сразу мы закроем потребности и поток сильно увеличится кратно вот это прям такие какие-то конкретные вещи что делать с этими задачами мы вот рекомендуем тоже это вот штука которая вне вовне нужно дать привлечь каких-то экспертов для того чтобы они привели страцессию несмотря на может быть банальность там этой формулировки но зачем она нужна для того чтобы когда мы обозначаем те проблемы которые мы увидели нам нужны какие-то шаги они всегда на самом деле чаще всего они есть уже в головах людей которые на территории работают то есть тех самых активистов каких-то предпринимателей может быть с соседних территорий которые уже в этом варятся иногда они просто не решаются об этом сказать они не решаются в это пойти потому что уверены что не получится потому что уверены что нет ресурсов что не будет поддержки там и так далее вот формате такой внешней страцессии чаще всего почему-то при внешних экспертов это проще вытащить из людей и нанести на такое большое поле и чаще всего часто это вообще бывает достаточно чтобы понять что же нам собственно говоря делать как мы можем территории помочь как вот эти гэпы которые мы достали закрыть и когда мы это все собираем важный момент прежде чем это собирать или во время нам нужно сформулировать цель то есть вот эту точку б куда мы хотим прийти к двадцать пятому ну или не знаю тридцатому сороковому году какие какие кпи у нас есть не знаю там у губернатора какие кпи у нас есть у мэра какие кпи у нас есть у там не знаю у администрации или внутри нас самих они обязательно должны быть численные но могут быть и качественные например не знаю там вывести вот у нас например там в том же Мончегорске задачи вывести озеро даже не города озеро на котором город стоит в топ-7 достопримечательностей Мурманской области для того чтобы тот поток который в регионе уже есть он заезжал туда тоже то есть нам нужно вот у нас такая как бы вроде как бы качественная задачка которая потом трансформируется в миллионы привлеченных средств в эффекты которые Турин как раз дает то есть сколько денег он даст жителям и территории и собственно дальше мы идем уже к проектированию да что это такое это те самые предложения мы их можем там обсчитывать делать ПСД какие-то да делать экономические расчеты мы можем их разбивать на ну какие-то инфраструктурные задачки иногда они большие и тогда нам нужно привлечение там больших средств и не знаю благоустройство или еще чего-то иногда иногда они вообще вот такие типа там создание кластеров да с юридической какой-то подосновой и объединение нескольких территорий нужно для того чтобы перезапустить иногда они в виде событий например календаря которые могут бы если у нас например нету туров или проблемы с операторами мы календарем событий даже очень маленьких но правильно спозиционированных можем очень сильно вырастить поток очень-очень небольшими средствами то есть просто правильной упаковкой и работой именно сообществом ну и собственно говоря важный момент что мы идем по тем же блокам инфраструктура продукт и маркетинг да то есть есть четкие задачки это самое на самом деле сложное и больное место у всех территорий это четкое позиционирование правильный контент продающие именно тексты которые бы работали на сегмент все это складывается вот в такую большую простыню кажется что она такая довольно страшная на самом деле это ключевые проекты их может быть там 10 15 15 которые раскладываются по конкретным шагам на года в этих блоках и после этого уже что мы делаем мы берем эти проекты примерно их оцениваем и прописываем ну пишем сроки реализации и пишем те самые KPI и пытаемся оценить что нам это даст да то есть какой поток сколько нужно привлечь средств и как они конвертируются в поток в итоге да смотрим кто это может быть и здесь нам нужна та самая наша карта сообщества потому что здесь ну важно распределить роли и важно распределить полномочия в соответствии с полномочиями да то есть кто что может мог бы сделать и здесь же мы прописываем непосредственно инструменты это гранты субсидии где-то это частный инвестор где-то это программы поиск франшиз привлечение конкретных экспертов или привлечение федеральных например чтобы если мы у нас нет например календаря и у нас некому его делать но нам нужна событийка мы иногда можем завести к себе на территорию людей или проекты большие федеральные которые например я не знаю какой-нибудь опять-таки возьмем спортсменов там не знаю беговое мероприятие которое очень масштабно с точки зрения людей тех денег которые они оставляют для него не нужно много инфраструктуры но это очень яркое событие с точки зрения контента с точки зрения даже финансовой выдачи итоговой которую можно завести поэтому это практически городу не будет ничего стоить ну то есть будет конечно но не сильно много но для этого там не знаю просто нужно договориться найти людей которые организуют их туда каким-то образом заманить вот заканчивая собственно говоря еще раз то самое содержание стратегии которое вот зелененьким я отметила то что вы сто процентов можете делать сами красное то что над что мы рекомендуем привлекать все-таки каких-то специалистов внешних просто потому что много работы экспертиза действительно нужна это то что сто процентов нужно делать совместно то есть поиск самих решений вот и собственно говоря как бы завершая еще раз хочу сказать что кажется что процесс создания стратегии он сложный он действительно правда непростой но сейчас к счастью для нас всех мне кажется мы вступили в такую стадию развития туризма нашего внутреннего когда без этого ну уже никак когда это действительно гарантия гарантия всем тем в наше гарантии в такое сложное время да когда вроде как бы все меняется но тем не менее кажется все непредсказуемо а это некий некий путь некая точка опоры для людей которая может на которую можно действительно привлекать большое количество ресурсов и собственно говоря даже в сложных случаях в случаях малых малого количества там бюджетирования эту историю реализовать уверена что точно совершенно вы можете это сделать сами но как бы если нужна будет помощь мы всегда рады поучаствовать здесь здесь собственно контакты наверное это все что я хотела бы рассказать если как бы есть вопросы буду рада на них ответить какие-то конкретные или общие в общем вот спасибо большое коллеги есть ли вопросы запись встречи я думаю можно да презентацию да презент презентацию тоже перешлю и контакты тоже будут в презентации либо просто напрямую могу отправить контакты контакты коллеги есть еще вопросы все вопросов пока все понятно отлично изучать да да и понимаю тема большая сложная действительно хорошо вот сюда отправить контакт да прошу прощения запишу себе так так хорошо спасибо большое тогда всем хорошего дня спасибо вам спасибо до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...